всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду в прошлом году я купил в лерой мерлене вот такой вот электрический вертел и много всякого разного на нем приготовил но все это время мне страстно хотелось приготовить на вертеле на углях барана целиком вертел как мне казалось был слишком короткий для целого барана вот вчера желание сожжать мясо стало такой нестерпимое что я взял рулетку промерил точно рабочую часть казалось 72 сантиметра и заехал знакомому мяснику супермаркет у него на прилавке баран нарубленный лежал целый оказалось мы с ним как из конструктор лего из этих кусков целого собирали на прилавке другие покупатели смотрели на этот цирк и что-то между собой горячо обсуждали я не прислушивался короче оказалось что мне нужен вертел длиной 1 метр я забрался на сайт все того же лероя выяснилось что у них там есть пруток 8 миллиметров как раз в течение как мне нужен но не в ближайшем который там 8 километрах а в дальнем который 45 километрах но бешеные собаки сами знаете что там не крюк короче поехал я туда и привез оттуда вот такой пруток 8 миллиметров как раз как мне надо длиной целый метр но после чего заехал уже на рынок к другому своему знакомому мяснику постоянные зрители канала знают его по другим роликам и у него заказал целого барана короче вот сейчас поедем и заберем его а а а а а а а а Продолжение следует... Вот такой, на 11 килограмм с лишним потянул. Классно. Видите, даже решил в помощник поднести до машины. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Наконец-то можно приступить к этому волнующему процессу. Я вообще-то про приготовление, а не про питье вина, если что. Продолжение следует... Я очень редко пригубляю вино, раз в год, наверное, не чаще, но регулярно использую его для приготовления еды. И частенько слышал, что для кулинарных целей нет смысла брать дорогое вино. И в отношении выбора вина для готовки я согласен целиком и полностью с самым, наверное, известным итальянским поваром Дженаро Кантальдо. Вот он считает, что для кулинарных целей стоит брать такое вино, которое вы без всякой кулинарии просто так будете с удовольствием пить. Понятно, что выпить можно винца и за 100 евро, по слухам, ездить за 1000 евро за бутылку. Но речь идет скорее о том, что не стоит брать для кулинарных целей то вино, которое вам пить не захочется. То есть принцип выбора по нижней границе, а не по верхней. Так, чеснок с перцем в ступке разбил, теперь надо с солью перемешать. Я готовлю эту смесь для того, чтобы барашка изнутри натереть. Сюда же немного вина и немного оливкового масла. Ароматические вещества жирорастворимы в большинстве своем. Вот я для этого оливковое масло и добавляю. Вино для аромата, конечно. И старательно натираю барашка. Пока только внутри. Снаружи на этом этапе натирать смысла нет. Он готовится долго, поэтому все ароматы снаружи выветрятся. Все-таки длины вот этого моего нового вертела на всего барашка не хватает. У меня просто размер вот этой вот зоны, грилевой, тоже по нему не подходит. Немного не хватает. Поэтому голяшки задние все-таки надо отрезать, чтобы украсить барана. И потом можно будет барана с брюха закрыть, чтобы его не перевязывать, не перешивать. Этот способ я подсмотрел у себя же марквичи, за что ему, кстати, отдельное большое спасибо. А вот теперь насаживаю барашка вот на этот шампур. Кроме шампура, вчера парочку вот таких железяк там же купил. В Леру и Мерлине имею в виду. И моток проволоки стальной. К шампуру надо стараться барашка притянуть. Нет, можно было бы, конечно, и просто проволокой. Но такими вот железяками гораздо удобнее. Вот эти железяки от старого шампура. Ну вот как-то так. А сейчас его заполняем ароматным сеном, который я нарезал на склонах нашей урбанизации. Вот так. И сюда вина. Будет такой винно-чесночно-перечно-розмариновый аромат у мяса. На костер его. Теперь только периодически подкладывать свежих углей и ждать. Дело небыстрое. Вы знаете, в первый раз я барана на вертеле попробовал в Греции. Мы пошли, арендовали яхты с большой компанией парусной. У меня корочки яхтного капитана, чтобы вы знали. Так вот. И прибыли, забирали мы яхту на Кефалоне, по-моему. Нет, на Киркире. Да, на Киркире. Вот. Мы туда прилетели. И прилетели немножко раньше, на два дня, по-моему, чем нам давали яхты. И заселились там в какой-то маленьком-маленьком городочке, там в гостинице. Вот. И в этом городочке каждый вечер, вечер где-то после четырех часов дня, туда приезжала такая машина с прицепчиком. Легковая машина и прицеп легкий одного из всего. Металлический кузов, такой, сколько, ну, наверное, высотой от земли, сколько может быть, там, сантиметров 80. Невысокие бортики, весь из металла. Так вот, на дне кузова были рассыпаны горящие угли, вот такие вот. А на борта была сделана такая механическая система вращения вертелов. И вот прицеп, он был в длину, наверное, метра три. И вот все эти три метра были вертела через каждый, это, наверное, сантиметров 30-40. И на каждом вертеле сел баран. То есть где-то к часам к 12 эта машина приезжала, солнце жарит, все. А часам к 4 это уже было готово. То есть она ехала в дорогу, ехала, уже там крутилось все, да. Медленно там не разгонишься остров. Вот. А к 4 часам все эти бараны были готовы. Углей совсем мало оставалось, потому что они все еще крутились. И грек такой, толстый такой грек, ставил весы. Люди подходили, очередь выстраивалась. И он там отрубал вот уже запеченные баранины, там, ногу кому-то, бочину, кому что нравится. Взвешивал, и тут же народ разбирал. Вот. Вы помните, такого полбарана, наверное, мы так вот нахапали. А потом искали ресторан, где бы съесть, чтобы нам всяких там закусок и прочих. Дали, чтобы мы вот этого барана съели с закусками. Все отказывались. Ну, наконец-то, какие уболтали. Это был совершенно обалденный баран. Это было такое сочное и мягкое мясо. За косточку берешь, а мясо с него сваливалось. Просто какая-то фантастика. Причем так вот просто и легко. Кстати, многие из вас же по колбасному делу бизнес себе устраивают. Друзьям, знакомым, подумайте, может быть, такую штуку соорудить. И на какие-то ярмарки, проходит же у вас в городах ярмарки, так вот приезжать. Это вызывает соноделение неимоверное просто. Народ сразу выстраивается. Потому что, ну, во-первых, это необычно, да? Баран на вертеле. Вот. Привлекает. Ароматы все эти. Это в сотню раз, наверное, более привлекательно, чем всякие там пирожки, чебуреки и прочее. И швашеврик даже. Гораздо более привлекательно. Я думаю, у покупателей у вас будет море, от них не отобьетесь просто. Так что вот готовьте такую штуку, подумайте. Мне кажется, это классная бизнес-идея. Ой, вино очень приятное. Надо, кстати, запомнить, что это вино. Маркиз де Кассерес. Ко мне обратилась компания с просьбой о ней сообщить вам, дорогие зрители. Эл Вайн. Отличная интернет-витрина вина. Я к ней на сайт зашел, нашел, какие вины у них есть, испанские, естественно. Потом пошел в магазин здесь, у себя в Испании. И такое вино здесь нашел. Купил на пробу. Очень классное вино. Ну и чтобы не только мне было хорошо, но и вам. Скидка 30% по промокоду КУЛПРО. Пользуйтесь. Пейте вот такое же классное вино. Даже если вы его редко пьете. Оно прямо в тему. Как раз таки вот для меня. То есть оно и пить его приятно, значит, соответственно, и барашек с этим вином будет вот такой. Пользуйтесь. И вот долгожданный момент. Я уже и стол подготовил, видите, фольгой накрыл. Понадобилось аж две доски. Так, ну и теперь нужно все железяки открутить, всю проволоку разрезать. Так, ну и разделять его можно до бесконечно. Вы видите, он пропеченный весь насквозь, так что все косточки из него вываливаются. Потому что барашек молоденький. Один с половиной килограммов весом был. Так, что касается вкуса. С ребрышек, конечно. Потому что изнутри они пропитались ароматом вина, чеснока, розмарина. Ммм, чудо. Просто чудо. Такое сочное. Такое нежное мясо. На. Слушайте, это фантастика. Такое мясо есть помимо вина преступление. Извините. Так. Давай. Очень приятное вино. Нежнейшая. Сочнейшая баранина. Молодая. Пропиталась ароматом розмарина, чеснока, черного перца. Соль, естественно. Вино. Прекрасно. Просто прекрасно. Короче. Готовьте, наслаждайтесь. Да. И напоминаю. Ссылочка на магазин L-Line. В описании ролика. Скидка 30% для любого. Промокод КУЛПРО. Пользуйтесь. Спасибо за лайки, за дизлайки, за репосты. Всем огромное спасибо. Всем пока. А я еще мяско и вина. Субтитры сделал DimaTorzok